Привет, подписчик! С вами Антон и это передача Туризм с умом. В прошлый раз при обзоре мембранный вент я обещал, что в следующей серии я расскажу о том, что такое водоаталкивающие свойства тканей. Но при подборе материала к этому ролику я столкнулся с древнейшим вопросом, который мучает меня из детства. Что же такое водоаталкиваемость и в чем существенная разница между водостойкостью и водонепроницаемостью? Ну, чтобы прояснить эту ситуацию, я сперва решил обратиться к словарю. Итак, водостойкость это способность сопротивляться разрушающему действию воды, а водонепроницаемость это свойство не пропускать воду под давлением. В первом случае производитель нам говорит, что мы спроектировали это так, что если это упадет в воду, это будет работать после. Во втором же случае, если это упадет в воду, пускай падает. Что же в случае с водоаталкиваемостью? Обычно при упоминании водоаталкиваемости имеют в виду ткань. Изданно существуют методы создания особых тканей, которые за счет своей плотности позволяют воде скатываться с поверхности. Не насыщая ее влагой. Яркий тому пример – корабельная парусина. С развитием синтетических материалов появился также и рипстоп, и кордура из нейлона. Но понятие водоаталкиваемости все же ассоциируется больше с обработкой какой-то, нежели с методами производства. Что же это такое? DWR или просто DWR – это специальное гидрофобное покрытие, в основе которых находятся флорополимеры. Обычно используется в водонепроницаемых дышащих тканях по типу гортекса или ивента, чтобы не дать верхнему их слою промокнуть и тем самым ухудшить паровыводящие свойства. Хочу отметить, что данные вещества можно нанести не только на мембранную одежду, но также и на любую другую. Верхнюю одежду, содержащую мембрану с нанесенным DWR, следует стирать только жидкими моющими средствами. После дать высохнуть. И в конце, чтобы восстановить свойства DWR, оставить на 20 минут в сушилке, ну или при щадящих настройках проутюжить через полотенце. Для восстановления водоотталкивающих свойств в домашних условиях используется спрей для верхней одежды и вещества, наносящиеся при помощи губки спанч-он для обуви. В таком случае после стирки стоит нанести DWR и высушить в сушилке. Если такой возможности нет, то после нанесения вещества стоит дать ему 5 минут, чтобы пропитаться, а потом согнать излишки сухой тряпкой. Также существуют средства для стирки, позволяющие восстанавливать водоотталкивающие свойства вашей одежды через стиральную машину, просто положив, все смешав и выстирав. Какое-то время назад я и мой товарищ купили данные вещества от компании Nikvox, чтобы восстановить свойства DWR нашей куртки и пары ботинок. В первом случае куртку попшикали спреем, а обувь я смазал губкой. К сожалению, одежда была уже настолько запората, что это нам не помогло, и это лишний раз свидетельствует о том, что мембрана нуждается в постоянном уходе. Надеюсь, эта информация была вам полезной, а чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, и не забывайте, будьте счастливы со своими чувствами. Кстати, есть еще одна плюшка вот в этих вот спреях, что они не содержат флорокарбонов. Это типа одно из составляющих всяких там спреев и тому подобное, что разрушает атмосферу. Наш озоновый слой, типа зеленая фигня, всякая там шурмур.